Книга «Открытый моком» Том 1. Тема «Различные вопросы» Вопрос 593. У Максима Горького есть серия книг под названием «Жизнь замечательных людей». Там в основном революционеры и подвижники за народное счастье. Можете ли вы назвать кого-либо из известных замечательных людей из христиан?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если брать из прошлых веков, не считая Христа, апостолов, но простых смертных, то на меня оказал самое большое влияние Иоанн Златоуст и Блаженный Феофилакт. После Библии это самые главные книги, которые образовали меня как православного христианина. В этом же ряду ставлю миссионерский журнал «Ревнитель», издававшийся в прошлом столетии Лазарем Кунцевичем. Эту книгу, что является уже чудом, «Дал мне читать и позволил законспектировать баптистский пресвитер в городе Пенза, Ульянкин Петр Михайлович. Объем книги – 1400 страниц большого формата. Я законспектировал ее около пяти раз. Да воздаст ему Господь милостями своими в судный день. Он помог мне стать проповедником-миссионером среди всех сект. Самые значительные, замечательные люди, которые помогли мне стать христианином, были в первую очередь моя мать Мария Егоровна, научившая страху Божию, молитве и постам. Отец Тихон Дмитриевич, прививший недоверие и ненависть к коммунистам, как извергам рода человеческого. Родной брат отца Степан Дмитриевич. Он дал первый толчок искать священство, ибо мы родились в киржатской семье, старообрядцы-беспоповцы. Еремеев Михаил Александрович и жена его Анна Матвеевна. Баптисты-пятидесятники из города Венспилса, Латвия. Они были очень гостеприимные, пригласили меня в первый, и в первый же день я уверовал, получив Библию. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры, приговоренный к расстрелу за проповедь Евангелия, и особенно за растолкование откровения Иоанна Богослова по архиепископу Андрею Кисарии Каппадокийской и друг его Долгов Андрей Федотович. Бакланова Антонина Георгиевна из катакомбников, у которой муж отнял детей, и под страхом топора она бежала из дома. На моем суде выяснилось, что всю созданную мной фанатеку до последней пленки выслушала только она одна. Ее трудно было застать спящей, она постоянно молилась и трудилась. Избрав меня своим другом-наставником, она являла удивительное послушание, неназойливое следование за мной всюду, куда бы я не ехал по России. Почти неграмотная, она знала Писания, Жития и Каноны, и давала проницательные советы и ответы. Всего лишь десять дней она не дожила до моего освобождения. В свой адрес от многих я получаю упрек, что от меня не дождешься похвалы, а все только чистишь нас и строчишь. Тетю Тоню я всегда ставил в пример всем, говоря, оцените человека, его талант при жизни, пока он с нами. Тогда мне говорили, ты захвалил ее, хотя я и об этом никогда и не говорил. Лютых Георгий Иннокентьевич, 66-36-14, Красноярский край, город Канск, Красная Иланка, 15. Когда ему было 6 лет, он относил обед отцу на работу и переходил через речушку по мостику из бревен. Но когда возвращался обратно, вода уже поднялась настолько, что его смыло с моста. Его спасли, но он полностью ослеп. Он не пошел с тянутой рукой собирать медики, но всю жизнь стремился учиться и посещать все диспуты и беседы верующих. Даже отец Геннадий Фаст, к которому он, прослышав про его проповеди, ездил, не смог определить границ его знания. Дядя Гоша, известный в городе печник, столер, переплетчик, руководит клиросом, знает буквально на память Библию по-русски и по-славянски, историю церкви и обновленчества со всеми именами и датами. Любое житие святых рассказывает, называя дату, а это 12 томов, 1273 биографии. Он часами может на память читать стихи и поэмы известных и малоизвестных поэтов России и зарубежья. И сам пишет прекрасные стихи, печатая их сам на пишущей машинке. Интерес к знаниям у него потрясающий. Кто-то дал ему прослушать одну из моих бесед с отцом Дмитрием Дудко. Он сразу же сказал, что прав не священник, а тот, кто с ним беседует. И спросил, кто это? Ему сказали, Игнатий Лапкин. А он живой? Где он живет? В Барнауле. И далее даже вообразить страшно. Совершенно незрячий он трижды приезжал ко мне в гости, чтобы побеседовать и насладиться общением. Два раза приезжал один. И так вся его жизнь. В последнее время большое участие в моей жизни, кроме указанных людей, приняли Егоренко Надежда Павловна и Капустина Татьяна Кузьминична. Считаю себя счастливым и за то, что у Бога есть такие искренние последователи Христа, и их сердца были повернуты ко мне. Они достойны попасть в книгу «Жизнь замечательных людей».